Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада! С вами Наталья. Ну что, в Москве мороз. В данный момент минус 4 у нас. Да, вхолодало. Ну что сделаешь? Зима впереди. Это нормально. Уже сегодня 25 октября. Как бы пора по чуть-чуть уже холодить. Ну что, вернемся к Быковой. На сутки она пропала. Сделала интригу для своих хомяков, чтобы начали кидать. Вчера выползла и ролик выпустила, и в стрим вышла. Да. Ну, начнем потихоньку с ролика. 40 килограмм меда на один день. На одну неделю. Ну, я боюсь, что у вас жопа слипнется. Пардон, конечно. Ну, начнем с того, что Быкова опять на своей любимой кухне. Сепаратор работает, что-то вроде не очень-то и гудит. Да, Санюкова сделал. Это была очередная афера. Он ни хрена, он не ломался. Ну ладно, может быть, сломался Раваня. Может быть. И Оля усердно сепарирует молоко, варит масло. Как она сказала, делает творог, творог и творог. Творог, творог. То как? И Лешку видим. Да, приезжают привет. Это понедельник. Почему ребенок не учится? Он учится во вторую смену. Быкова показала, что она его повезла в Москву. Фу, Москва, Господи Иисусе. Там Вов. Ну, короче говоря, как вам сказать. Видео Полталка. Она сепарирует молоко, там приносит, делает масло. Лешке что-то указывает. Лешка там всем привет передал. Тоже сын своей матери. Вот один в один. Он в своих лепешках ни слова, ни полслова не высказал. Но зато показал, какие в десятом часу еще сраные стоят. Животные, что они только выползли их кормить. Глория, бедная, несчастная, стоит в этом загоне. Ну, ладно. Об этом потом. Дальше что происходит? Ну, она показала свое хозяйство. Опять рассуждала про себя. Почему она живет в деревне? Почему ей нравится? Почему она не хочет в город? А вот в городе была бы другая проблема. А вот здесь еще. В общем, болталка ни о чем. Каждый живет там, где хочет жить. Или где может жить. Но выпала у тебя такая планеда. Ты орвалась в деревню. Живи, наслаждайся. Что ж ты зрячно плачешь? Ну, такой тяжелый труд. Ну, такой тяжелый труд. Ты знаешь, официантка в ресторане бегает, тоже нелегкий труд. Извини, меня и дворником нести улицу, тоже нелегкий труд. Особенно в период осени и зимы. Это очень тяжелый труд. Поэтому, что выбрала, то и неси. Ну, и дальше что? А дальше они поехали. Конечно, с Саньком. Лешу повезли. Да. Повезли Лешу в Тамбов. И забрать у него... Мед. Ну, я так поняла, что Леша датащил эту баклажку еще с транспортной компании неподъемную. Но когда она приехала, Санюк еле ее поднял. Интересно, как же этот худой мальчик тащил ее? Мне очень интересно. Скрыли, стали пробовать мед. Но Быкова до такой степени неграмотная, что она даже поблагодарить человека не смогла правильно. Потому что даже не назвала, откуда мед пришел. Да. Она даже это не могла выговорить. Мордовия – хороший район. Такая небольшая республика на территории России. Там такой очень хороший метод, что вот башкирские, мордовские, там у них шикарные. И Быкова начала рассказывать, что они пчел держали, но это уже в стриме. Попробовали мед и задали вопрос. Съедят ли они этот мед за одну неделю? Санюк сказал, за один день. Опять чмоки-чмеки на камеру. Глянь, кому это надо? Тошнит уже от вашей любви. И любви там никакой нету. По крайней мере, со стороны она не кажется любовью. Она кажется игрой. Но и вечером в стриме. Конечно, она была один час. Детей надо укладывать. Да, очень надо укладывать детей. Ну, и понесло нашу. Она еще в стриме, в видео начала говорить про пустынь. Кабуто мы про нее не знаем. Она вот одно и то же, заезженная пластинка. Ей больше говорить нечем. Бывшие мужья, пустынь. Бывшие мужья, пустынь. Бывшие мужья, пустынь. И вот этот круг, он не заканчивается. Теперь еще к этому кругу прибавится. Первый муж, второй муж. Нет, первый муж пустынь, второй муж. Теперь еще добавится. Руководящие органы не дают миллион. Вот у нее будет, она вот на этом коне будет сидеть постоянно. А, еще она любит вставить. Что ж, господи, мысль ушла. Она любит вставить сюда еще, так, для разнообразия. Хозяйство свое. Переработку, да. Вот еще вот эта тема. Как ей тяжело работать на селе. И вот этот круг, он никогда не кончится. Ну, вчера вышла в стрим. Объявила, сколько собрали. Почти 250 тысяч. Насколько я помню, 230. Что там осталось всего ерунда. По 200 с чем-то рублей народу скинуться. Но. Но. Начала рассказывать, что они, оказывается, им кто-то воли когда-то подарил, когда с епэшечкой они приехали. Она пыталась найти фотографии, не нашла. Ну, вот, как сказать. Вот доит она своих хомяков и доит. Но. Мы теперь поняли. Да мы раньше знали. А теперь она очень дотошно всем объяснила. Не знаю, хомяки поняли ее намек или нет. Для чего ей надо быстрее закрыть кредит. Потому что после Нового года она хочет с них же собрать деньги на новую сыроварню, которая стоит почти 200 тысяч. Хомяки, вы слышали? Вам, окромя вот этих, 800 тысяч, ну, теперь там 600 с чем-то, надо будет еще 200 тысяч. И она начала народу объяснять. Я хотела с вами посоветоваться. Может быть, сделать так. Может мне часть положить, но это будет только в ноябре, да, срочно, частично. Тогда у меня ежемесячный платеж уменьшится. В общем, как всегда, дорогие господа, я пришла к вам за советом. Но сделаю все равно по-своему. Вы, самое главное, кидайте деньги. Ну, в общем, та же самая песня, которая не кончается никогда. Мы вчера все что узнали в стриме. Федя и Женя получили права. Вот для чего Женька приезжала. Они теперь будут ездить на Шаране. Интересно, Женька в Москву, что ли, на Шаране поедет? А точнее, в Химке. Она в Химках снимает квартиру. Или Федя будет кататься по Тамбову. Я не знаю, где сейчас Федя живет. От дома до Тамбова будет кататься. Но Оля, теперь есть второй водитель. Теперь если она едет в Москву, она может с собой взять Федора. А Санек молодец. Эта дура заплатила за него, а он учебу бросил. Ему ни права не надо, ни учиться не надо, ни работать не надо. Вот присосался клещ и живет. Да. И ему так хорошо. Он готов с лошадью целоваться, с поберухой целоваться, детей ее целовать. Он тактильный. Да, он тактильный. А вы ничего не понимаете. Ну и, короче говоря, теперь единственная новость. Дети быковой с правами. Скоро Леха пойдет учиться. Да. Леха же скоро 17 лет. В январе, не помню когда. У нас еще год, короче говоря. Ну, там смотришь, Лешка пойдет учиться на права. Да. В общем, шара натремонтировали. Теперь дети на нем рассекают. Да. Ну, опять разговор про продукцию. Опять разговор о том, что да, вот она купила ларь. Ей не хватает. Зарезали последних четырех поросят. Надо мясо. Теперь у нее будет сало полно копченого сала. Быкова, ты же не ела сало. Вы всегда его сдавали, когда жили с Быковым. Япышечкой. Что это ты так залюбила сало? Ну-ка расскажи. Ты же сама кричала, что я сало не люблю. Мне мясо побольше. А тут так залюбила. И копченые. Прям даже странно. По-моему, это Санек любит сальцо. Да. Он любит медок и любит сальцо. Да, поэтому ты и накоптила его, и насолила его целый ларь. Не считая мяса. Да. И Саша такой хороший. Он делает вот этот загончик для телят. Утепляет его. Он, блин, лучше порядок навел во дворе. Ну, вот честное слово. Что же у вас такой срач? Вот такого срача никогда не было. Ремонт уже кончился год назад практически. Срач этот... Ну, разобраться-то можно сложить все аккуратно. Нет? Ну, как видео покажут, как они с Саньком идут по двору, по этой дорожке асфальтированной. Блин, все засрано. Все завалено. Какой-то кошмар. Ну, наведите вы порядок. Ты же сказала, что вы наводите порядок. Покажи, пожалуйста, какой он порядок навел к зиме. Не покажешь. Вот этот срач сейчас завалит все снегом. И будет вот этот... Ой. Вообще ничего не ценит. Ну, значит так. Установка хомяка. Быстро покрываете кредит. Мы только за. Потом быстренько покупаете ей новую сыроварню. А там и на подходе маслобойка. Потому что быковь тоже это малая. Ну, а дальше пойдет кухня ремонт. Она уже тоже заикнулась. Ей надо кухню. Ей же надо будет сейчас все перетаскивать в дом. Да, все вот эти прибабахи. Она теперь будет потом, когда мороз будет, она будет заниматься дома этим переработкой. Будет весело. Ну, я думаю, на этом я уже буду заканчивать. Смотрим интригу дальше. Девочки. Танюшка Рыжик выпустила сегодня видео. Пожалуйста, посмотрите, послушайте. Как заведующая детского сада покрывает быкову. Как она ее же словами отвечает. Это хабалка, а не заведующая. И я думаю, что теперь обзорчики с нее не слезут. Скоро и эта заведующая детским садом березка, да, будет искать пятый угол, потому что ее тоже начнут проверять. Так как она разговаривает, разговаривать не надо. Ты находишься на определенной должности. И манера твоего разговора тоже записывается. Поэтому продолжение смотрим. Оливия, может быть, тоже позвонит. Не знаю, как она с ней разговаривала, но сейчас она уже борзеет. Всего хорошего. Всех была рада поприветствовать. До новых встреч. Пока, мои хорошие.